МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть дела. Английская газета Гардиан сообщает о новом проекте российско-китайского сотрудничества. Китайцы будут покупать у нас воду. Власти Китая готовы к реализации масштабного проекта по закупке пресной воды в России, после того, как в прошлом году эту идею предварительно одобрило Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. В рамках проекта планируется перекачка воды из озера Байкал в засушливые районы на западе Китайской Республики. Для этих целей предлагается построить трубопровод длиной 1100 километров. Он пройдет от юго-западной оконечности Байкала через Монголию, горный переход Хэси и пустыню Гоби в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, Доланчжоу, столице провинции Ганьсу. По словам одного из разработчиков проекта, технология перекачки воды не является проблемой, а успех идеи теперь находится в руках дипломатов, которым предстоят переговоры с Россией. В правительстве Российской Федерации идею продажи пресной воды в Китай рассматривают, заявлял еще в мае прошлого года глава Минсельхоза Александр Ткачев. Россия, по его словам, готова предложить проект переброски пресной воды из Алтайского края через Республику Казахстан, все в тот же Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики. Так как в России ежегодно производится сброс излишка воды в объеме 70 миллионов кубометров, образуемого вследствие пропуска весеннего паводка. О такой инициативе было объявлено на встрече министра сельского хозяйства России с его китайским коллегом Хань Чан Фу. Мы готовы предложить проект по переброске пресной воды. В ближайшее время мы проведем консультации с коллегами из Казахстана по этому вопросу, заявил тогда Ткачев. Синьцзян-Уйгурский автономный район находится на северо-западе Китая. Он граничит с Россией, Монголией, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Индией. А кроме Байкальской воды, Россия готова предложить Китаю собственный проект по перекачке водных излишков из Алтайского края через Казахстан. Впрочем, добавил министр, его реализация возможна только после учета экологических рисков. Айти-риски минимальны, заверяет один из разработчиков с китайской стороны Ли Луали, заместитель генерального секретаря Китайского института развития. По его словам, запланированные объемы откачки из Байкала не идут ни в какое сравнение с размерами самого озера, крупнейшего пресноводного резервуара на планете, с запасами в 23 тысячи кубометров. В то же время, Монголия и Северный Китай, которые страдают от недостатка влаги, смогут улучшить свои природные условия, которые пока препятствуют росту их экономик, сказал Луали. Он также считает, что Россия выиграет. Экспорт пресной воды может стать источником для финансирования экономического развития Сибири. Казалось бы, новость, в общем, хорошая. Нам нужны деньги, а воды у нас много, не убудет. Но какой-то червь сомнения все же точит. Да более знакомая схема. Только вместо нефти и газопроводов – водопровод. Сначала все заработают на строительстве трубы. Ну, от производителей труб до строителей. Потом начнут поступать в бюджет китайские деньги за воду. Не надо ничего выдумывать. Производить, изобретать новые технологии. Знай, сливай воду. Когда-то китайцы учились у нас всему. А если что и производили сами, то исключительно нашу советскую технику по нашим же лицензиям. Теперь же нам особенно и нечего им предложить, кроме природных ресурсов. Воле и случая, оказавшихся на нашей территории. Опять начнутся финансовые комбинации. Только не вокруг нефти и газа, а вокруг воды. Кроме «Газпрома» и «Роснефти» появится водопром и «Росвода» со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Извините за невольный каламбур. Неужели нам так и предстоит в будущем ходить по кругу возле наших природных богатств, предлагая купить их по случаю тем, кто богаче, умнее и честнее нас? Откровенно говоря, очень все это обидно. И еще одно. Выражение «сливать воду» в русском языке приобрело, кроме буквального, еще одно значение – идиоматическое. Я думаю, вы все его прекрасно знаете. Это была «Суть дела». Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok